И вновь в Самарской площади Аншлаг. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня создатели премьерного спектакля Филумена Мартурана. Здравствуйте еще раз. Представлю наших сегодняшних гостей режиссер-постановщик спектакля Ирина Керученко, исполнитель главных ролей актера с театра Самарская площадь Наталья Носова Олег Сергеев и автор музыки к спектаклю Наталья Богданович. Поздравляю в первую очередь. Новый спектакль это всегда как новое какое-то дыхание, новое веяние, наверное, и радость для театра. Наталья Юрьевна, так ли это? Да, я считаю, что в репертуаре нашего театра появилась еще одна жемчужина. Не стесняюсь, сказал я это. Все правильно, что стесняться-то, когда есть чем гордиться. Всегда очень интересно и для зрителя, и для меня, как для журналиста, это кухня, это то, как все это происходит, как это все заваривается и так далее. Давайте, наверное, об этом поговорим, потому что, когда зритель приходит, он уже видит итоговый вариант, да, то, чем в итоге стал доволен режиссер и сказал, что да, выпускаемся, то, чем довольны актеры. Хотя вы всегда стремитесь еще к совершенству и все время дорабатываете, дорабатываете. Вот, поэтому о процессе, наверное, кому пришла идея, почему, Ирина, да, Ирин, почему взялись за эту постановку именно с этим театром, именно с этими актерами, именно Эдуарда де Филиппа? Вы знаете, для меня очень важна всегда личность артиста, да, и когда я видела Носову замечательную Наталью Юрьевну на сцене в виде, там, не знаю, собаки, ну, там очень много разных, роль у нее такая была. Я собака. Я собака спектакль. Да, прекрасный совершенно, абсолютно не сценичный материал, и Наталья Юрьевна очень смело, я бы даже сказала, отчаянно смело делала все потрясающе. И других сильных женщин она играла тоже потрясающе. То есть у меня было всегда удивление, и мы такие, ах, вот дают, да, и, конечно же, я так для себя решила, что вот если ставить, да, то на нее. Еще что-то. И, ну, я не решилась ей сказать об этом, потому что все-таки директор, и она занята, и... Но однажды, когда я приехала на авторский надзор смотреть мой спектакль «Кроткое», тоже он идет в Самарской площади, Наталья Юрьевна аккуратно подошла и сказала, может быть, мы еще поработаем с вами два. О, прекрасно. И дальше мы стали искать материал. И сложилось так, что материал нашелся после того, когда мы уже выбрали произведение, но я попросила Наталью Юрьевну все-таки, и в случае, если ей понравится, да, как бы, чтобы, ну, как-то мы поменяли материал именно на Филомена Мартура. Да. И удача. Наталье Юрьевне понравилось, да. Так что я очень рада, что у меня замечательная филомена. Наталья Юрьевна, вот такое известное произведение ставилось, оно во всех, наверное, там, уважающих себя театрах, и экранизация есть, да, то есть, ну, популярный материал достаточно. Как к таким вообще вещам относитесь? Потому что это же смелость все-таки какую-то надо иметь, нет? Или я ошибаюсь? То, что много где было, много кто играл, плюс экранизация с Афи Лорен, там, ой-ой-ой. Ну, экранизация с Афи Лорен, ой-ой-ой, пьеса-то она немножко другая все-таки, хотя экранизация была по пьесе Эдуарда и Филиппа, но фильм, я бы сказала, материал облегчили, вот, и сделали более такой... Коммерческий? Ну, не коммерческий, я бы сказала, ну, более облегченный вариант, более в сторону комедии, наверное, вот, хотя Афи Лорен не комедию играла, вот, я давно смотрела очень этот фильм, а пьеса, она поглубже, посерьезнее материал, вот, ну, нет, у меня абсолютно нет такого, что там играют очень популярные и серьезные и уважаемые мной актрисы, у меня как-то нет этого, вот, тем более, уже зная, Ирину по кроткой, в которой я не работала, ну, я видела материал, я понимала уже ее почерк и ее серьезные отношения, я, ну, как-то представляла и не ошиблась, что это не будет просто вот такая в сторону комедии, я видела обстановки, которые прям работали вот в сторону прям комедии, 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 именно в Москве, именно в столичных, именно в хороших театрах, именно с хорошими актрисами, Ну, это был развлекательный такой характер, у нас нет Ну, вот, с Олегом виделись и обсуждали то, что вы, мы вспомнили, да, вот это расхожее выражение в комедии, ищи трагедию, в трагедии комедии и так далее, хочу продолжить с вами эту тему немного, потому что, действительно, и в жизни, да, так бывает, что вроде и смешно, а вроде и смех там сквозь слезы, или наоборот слезы сквозь смех Насколько вам это близко, актерски, и насколько в этом работается? Ну, вообще, мне кажется, актеру такую роль получит, это дорогого стоит, то есть каждый актер хочет хороший материал, здесь материал очень хороший, из-за того, что просто прекрасный автор, потом автору сама тема, мне кажется, очень близка, я даже читаю немножечко о нем, я сам узнал, что он, у него же не было отца, а в Италии совсем недавно, я так тоже узнал, копаясь в материале, что в Италии совсем недавно принят закон был о том, что можно детям было получать фамилию отца, обычно дети получали фамилию матерей, да, это чуть ли не в конце 20 века, только до этого появилось, это, как бы это было его больное, ну, а потом тема семьи, это, ну, я думаю, это не только у итальянцев, это во всем мире, и у нас, русских, это тема семьи, это одна из самых главных тем, а, казалось бы, успешный человек прожил всю жизнь, и он же должен был счастлив, а образовалась такая пустота, в которой, в этой пустоте, этого счастья у него не было, и он его не очень понимал, чем эту пустоту заместить, ну, там есть, ну, я не хочу рассказывать сюжет, то есть это увидят люди, которым это интересно, конечно, вот, а у него есть попытки эту пустоту заместить, ну, и Фил Мэна, и он прекрасно понимает, что это не то, и вот, когда, опять не буду ничего говорить, опять, когда Фил Мэна его подвигает к определенному выбору, и когда он этот выбор делает, здесь эта пустота полностью заполняется, и вот, я думаю, что в этот момент он становится по-настоящему счастливым. Вы с такой любовью говорите о своих персонажах, это так приятно, это действительно так, что, чтобы получилась роль, что своего героя нужно полюбить искренне? Ирина, и вы, как режиссер тоже, это к вам вопрос. Должны актеры любить своих персонажей? Или не должны? Или там какие-то могут быть разные взаимоотношения? Да, мне кажется, если артист не любит свою роль, то она его и не впускает. Она просто закрывается от него, он не способен ее будет сделать. Поэтому, конечно же, к роли нужно подходить с дыханием любви. Наталья Юрьевна, для вас это, может быть, на сопротивление была какая-то роль? Или вы, как женщина, все-таки понимаете все это подопреку? Нет, вот совсем не сопротивление. Вот я, мне кажется, настолько знаю все про Филомен Муртурану, просто все. Вот у нас очень много схожего в характере, и действительно знаю ее, и принимаю ее вот полностью, на 200%, на 300%, я не знаю, насколько можно. То есть, очень, очень как-то она мне прям совсем понятна и близка. Легла? Да. И материал действительно очень хороший, потому что, ну вот опять, даже возвращаясь к фильму, не передает он всей глубины пьесы, очень хороший. Там столько пластов, и мне кажется, нам удалось много пластов. Вот такой срез, не один, не два, а много взять. Мне кажется, многогранность оценят и зрители, да, потому что каждый что-то свое увидит и услышит. Наташа, всегда, вот мне кажется, что есть, что музыка это не попутное какое-то явление, да, в спектакле, а это такой же полноправный какой-то член спектакля, да, музыкальное оформление и действующее лицо. Согласны, да? Как работалось над музыкой, что в ней удалось, на ваш взгляд, отразить то, что хотелось? Ну, мы с Ириной Вильямовной делаем уже не первую работу, и поэтому у нас уже как-то сложились отношения определенные в работе над музыкой. Обычно, когда только приступает Ирина Вильямовна к работе, к материалу, она сразу же подключает и меня как композитора, чтобы мы вместе формировали какой-то вот стиль, почерк будущего спектакля, будущей работы. И вот в наших таких вот дебатах, дискуссиях, долгих разговорах, таких вечерних обсуждениях вот рождаются и вот эти вот звуки, мелодия и стилистика музыки, которая будет звучать в спектакле. Но что касается вот именно Филомены, тут вообще у нее, у Ирины Вильямовны интересный такой подход к музыкальному материалу, необычный. Она использует не только мою авторскую музыку, но и музыку Иоганна Себастьяна Баха и использует очень убедительно. Ну, это, конечно, показали прогоны, потому что зритель, который приходил, уже смотрел спектакль, вот этот объем и глубина, которую я не буду выдавать всех, так сказать, наших таких кухонных разговоров на эту тему. Но то, что получилось в смысле музыки, мне кажется, что оно стало очень убедительным в этом спектакле. А как вы сочиняете? У вас в голове или вы сразу пытаетесь что-то наиграть? И все ли из того, что приходит в голову, оно находит отражение в итоге в спектакле или что-то в корзину все-таки? Нет, конечно, идет очень много всегда в корзину, очень много всегда пробуется. И не потому, что, допустим, это плохо, а просто работа с музыкой в драме, с музыкой в театре, она, ну, это такая специфика, берется только то, что, так сказать, необходимо. А накидывается и предлагается и пробуется гораздо больше. Поэтому никогда не знаешь, что в результате получится. Иногда бывает и так, что уже вот и готов музыкальный материал, и вдруг, а вот хорошо бы. И срочно что-то где-то. То есть это, конечно, каждый раз по-разному. Но вот музыка к филумене, она как-то набралась, сделалась, возникла вот сразу. Да, очень быстро. Здорово. Предлагаю нашим зрителям посмотреть небольшой фрагмент спектакля. Такую вот удочку закинем, так скажем, и потом вернемся к обсуждению, смотрим фрагмент филумена Мертурана. Ну, разве все не знают, кем я была и где я находилась? Ну, так уж ты ко мне туда приходила. Да! Да, и ты, многие другие мужчины тоже приходили. И я относилась к тебе как к другим, да. А почему я, собственно, должна была относиться к тебе иначе? Почему? Да все мужчины одинаковы, да мы все, мы все. Да сейчас я расплачиваюсь за то, что я сделала тогда. Я сама во всем виновата. Но теперь я твоя жена. Я не сменусь этому, у меня даже за мной придут карбинеры. Жена чья жена? Что за чепуху ты меришь, филумен? За кого ты вышла замуж? За тебя. Ты сошла с ума, обманное сон. У меня есть свидетели. Да, я ничего не знаю, я верю только то, что он взял на столбом. Она ее опасила, я сейчас огонь, она ничего мне не сделала. Я ничего не могла понять. Тебе тоже ничего неизвестно. И ты не знала, что я огонь была только притворством. Он умирать и мадонный. Филумена ненавидит меня, разве она мне что-нибудь трогает? А священник, кто мне сказал, что я был священник? Да не вы! Это потому что она просила позвать священника, и я хотел исполнить ее последнюю волю. Потому что ты вдруг подумал, что я в самом деле умираю. Ты даже не мог скрыть радость, что снесешь меня в могилу. Африста! Когда падре после исповеди сказал мне, бедная женщина, отоживаясь последние минуты, обвенчайтесь ей, и это ее последняя просьба. Узаконьте вашу связь на благословение Господа. Я отвезу. Так что мне интересно, она умирает через какие-нибудь несколько часов, все закончится, и я снесу ее в могилу. Для тебя стало плохо, Дон Домининг, и когда ей папа-то вышел, я спрыгнул с кровати и объявил, что погромляют у меня, и теперь мой муж и жена. Она щетки упала, про этих словах, с ней стал тушить меня, боже мой. Я буду вас раздавать. Боять! Это же огонь. Так, а ну-ка, самолчай, оба! Или живо узнаете, что такое огонь? Нет, не может быть. Это невозможно! Слушайте, настоящие итальянские страсти. Вот как раз к этому вела, что многие люди говорят, что как-то эмоционально, наверное, итальянцы и русские очень похожи, все такие экспрессивные, у всех много очень эмоций и так далее. И образы, я так понимаю, да, вот итальянская история, она же, ну тут имена, наверное, да, только в том плане, что итальянские, а так-то у русских вполне такая, может быть, какая-то подобная история. Человеческая история? Конечно, очень человеческая. А было что-то такое, что вот прям вот итальянское, и вы поняли, что вот такое вот только у итальянцев могло быть? Не знаю, я не знаю. Во-первых, специально ничего итальянского мы не делали, потому что самое главное, Ирина Вильяновна это как бы дала понять сразу в работе, и я абсолютно с ней согласен, что самое главное, это настоящие, настоящие, настоящие человеческие как бы взаимоотношения. Ну есть там нюансы, если брать современную, ну это, конечно, 50-е годы, мы их выдерживали, но тем не менее 50-е годы это наш век, уже наши в основном нравы, да? Есть какие-то нюансы, потому что вот при таких, на таком накале, когда идет, допустим, если у нас, у русских, что-что стесняться, то тут может и дорога прикладства дойти, когда на таком градусе у итальянцев женщину, Мадонна и женщина это... Святое. Это святое. При любом накале никогда. Поэтому женщина всегда может стоять с гордоподнятой головой. Ну, все равно, конечно, страшно, когда мужчина, но есть моменты. Конечно, мы в итальянских обычаях, традициях очень так попали. Более того, есть такая, не знаю, легенда, да, когда итальянские бандиты ругаются, и вдруг звонит мама, у них там перестелка, они говорят, так, спокойно, мама звонит. Перестелка прекращается, и после разговора опять все возобновляется. Именно у Неаполя, кстати, у Неаполя именно на юге. Италия, юг, Италия от севера очень сильно отличаются как раз. И там, конечно, понятие женщины, мать, Мадонна, у них там Мадонна же больше как-то почитается, вспоминается. — Хотела еще затронуть все-таки, несмотря на то, что, да, обговорили, что там написано, что там комедия, но на самом деле и в каждой комедии есть там не только комедия, но и настоящая человеческая драма и так далее. Все-таки о юморе хочется поговорить, потому что юмор — это всегда приятное такое дополнение, если помимо серьезных философских каких-то мыслей еще можно и посмеяться, и душой как-то отдохнуть. — Говорили с вами буквально недавно о том, что срабатывают, пока репетируешь, там одни какие-то, да, могут быть шутки или какие-то ситуации, над которыми предположительно будет смеяться или реагировать зритель, когда выходит артиста на сцену, как-то все меняется, и может срабатывать дополнительно что-то, какие-то другие истории, другие шутки и так далее. Как вы сами к этому как режиссер относитесь? Потому что, когда мы с вами в зале сидели, я слышала, что вы смеялись искренне, хотя уже, ну уж сколько там вы видели, и все равно это происходит. — Да, я всегда искренне смеюсь и всегда радуюсь, когда в меня попадают артисты. Ну как-то все равно организм настроен на восприятие, и они иногда раскалывают, просто вот невозможно удержаться. Я очень люблю смеяться и люблю юмор, и всегда в поиске юмора в своих спектаклях. Конечно же, здесь тоже мы искали юмор. Спасибо, что у всех в Самарской площади есть он. Поэтому как-то работалось весело и приятно. — Насчет юмора продолжу к артистам. Сами раскалывались, были такие ситуации на репетициях, что вроде там серьезная какая-то, более серьезный эпизод сцены, а все равно кто-то над кем-то подшутил, раскололись и смех по всему залу. Ну, по всему залу, в смысле по артистам. По артистам, конечно, да. Ну, конечно, бывало, но что-то вот такого сильно запоминающегося, чтобы прям... Ну, конечно, импровизация же идет, идет импровизация, конечно, пробы идут. Наталья Юрьевна очень долго смеялась, не могла остановиться, и расколол Олег Викторович. Это когда, значит, мы репетируем финал, и он там хохочет, хохочет, запомнит от смех филмы и уходит. Вот она не могла остановиться очень долго, когда это было сделано в первый раз. У Роза не сработала, да? Нет, мы сейчас уже, когда уже работаем на зрителя, стоим за кулисами, стоим, ну, это вот мы смеемся всегда с девчонками, когда парни поют. Вот начинает один, второй, в этом третий подхват, идет это на аплодисменты у зрителя, и мы все время стоим, смеемся, потому что по задаче они должны сложаться, потому что он же их останавливает, говорит, ну, так нельзя. Вот, ну, не всегда они, иногда они поют совсем чисто, вот, это тоже хорошо. Никогда они не поют чисто, что вы говорите. Пели на днях. Я каждый раз на репетиции стрепещу и боюсь, чтобы они, не дай бог, вдруг не запели ладно и дружно. Я всегда-всегда очень стрепи там жду, но только бы, не дай бог, не попали в унисон. Но Паша нас спасает, он все. Да, да, Паша, когда Паша вступает, это все, нет, но все равно, они поют, они стараются. Они прекрасно поют, вчера они перед... Это всегда смешно, мы всегда устраиваемся, но мы еще к выходу готовимся, к такому резкому выходу, но это всегда смешно и всегда такая у нас улыбка блаженна, с девочками ставим. Слушайте, ну вот благодатный материал, да, есть же тяжелые спектакли, тяжелые материалы. Вот этот спектакль, я так понимаю, к тяжелым нельзя отнести, да, он все-таки благоприятное впечатление, да, на душе оставляет в первую очередь у актеров. Олег, вы как? Ну, поэтому он называется комедией, потому что заканчивает все хорошо. А на самом деле человек, который собрался просто прийти, расслабиться и посмеяться, не надо ему идти. Это вещь, которая заставляет прежде всего думать, то есть чтобы мозги работали. Это больше улыбка, чем смех. Улыбка от понимания ситуации, от каких-то, ну, от проецирования на себя, на свои жизненные ситуации. Да, я когда сказала, что мы много срезов взяли, мы взяли, да, как они у нас получились, каждый действительно будет считывать в меру своих ожиданий, в меру своих способностей, возможностей, но срезы взятые, то есть это нельзя сказать, что это спектакль, только об этом, или только об этом, или только об этом. Так же, как жизнь. Пьеса действительно очень хорошая. Был такой интересный опыт у вас перед премьерой, было несколько прогонов на небольшое количество зрителей, которые потом высказывали там свое мнение. Каким образом это помогает и помогает ли? Нужно ли это, будет ли это теперь всегда в театре Самарская площадь, или это просто вот у Ирины такая фишка? Ирина, это вы привнесли, или вы возьмете потом на заметку, будет так дальше? Нет, у нас бывают задачи на зрителей, вишневый сад, во всяком случае мы играли два или три раза. С мнением, потом с возможностью высказать мнение? Да, с возможностью высказать мнение. Зритель, правда, не всегда к этому готов? Нет, нет, простите, пожалуйста, я не даю возможности зрителю высказывать мнение, да, я задаю... По-другому? Я задаю четыре конкретных вопроса. Это нужно для работы, для моей работы режиссерской, для того, чтобы понять, что работает, а что еще не работает. А мнение никакого они не высказывают. То есть они конкретно отвечают на ваши эти четыре вопроса, и в дальнейшем вы это обрабатываете для себя каким-то образом? Обрабатываю, и если считают нужным, то обязательно мы это проговариваем с артистами. Ну, как интересно. Были в этой ситуации, в этом случае, какие-то вот такие ответы, которые помогли действительно, что-то вы поменяли потом? Ну, вот был вчера такой ответ, но я не уверена, что нужно что-то там менять, потому что все-таки в итальянской культуре немножко по-другому, чем в русской. Ну, я скажу. Дело в том, что там Филумена пьет стакан воды. Как раз после свадьбы она пьет, и зрители решили, что она беременна. А, из-за того, что не вино, а воду. Да, из-за того, что не вино, а воду, да. И, ну, значит, главный герой ей говорит, что, мол, это не к добру, это нехорошо, да, так, я не помню. Скажи. Плохая примета. Плохая примета. Пить воду после венчания плохая примета. Так вот, вино в Италии – это символ счастья, процветания, да, и если его разбавлять водой, то, в принципе, делать, ну, как бы… Разбавлять счастье. Разбавляя счастье. Поэтому плохая примета. А наш зритель, который, в общем-то, очень тепло у нас принял, ему очень хотелось, чтобы Филумена все-таки заберели. Я решила все проблемы. Да, мы так посмеялись, говорю, ну, зрители просто придумали хэппи-энд, потому что, конечно, ситуация такая, что когда мужчина из трех сыновей и так и не знает, кто его, принял это, чистосердечный уже потом принял. Что нужно бы еще ему ребеночка тоже родить. Да, тем не менее, да, да, зритель хочет, чтобы он получил немножечко своего счастья, вот придумали такой финал. Но это, наверное, все-таки тоже чуть-чуть такой ментальности русской, да? Наверное. Возможно, возможно. Потому что, ну, все-таки русские люди, они очень умеют сострадать, чувствовать чужую боль и желать счастья. Понимаете? Вот, мне кажется, вот в этой пьесе артисты в финале, они как-то вот чувствуют этот прилив человеческого тепла со стороны зрительного зала. Да. И тоже получают счастья, и дарите счастье, и получаете счастье. Я желаю, чтобы спектакль «Филамины Мартурана» процветал, рос, наполнялся. Потому что, насколько я знаю, никогда работа не останавливается, и ни один спектакль не похож на другой. Всегда бывают какие-то импровизации новые и так далее, спектакль «Дело живое». Поэтому с премьерой вас, дорогие, я вас поздравляю. Спасибо. Пусть будут аншлаги, зрители висят на люстрах, как говорится, и у спектакля будет долгая и счастливая жизнь. Ирин, приезжайте еще в театр «Самарская площадь». Спасибо. Со зрителям прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»